Всем привет! Это конференция DevOps. Мы в онлайне. Сегодня мы поговорим об уровне зрелости компании, как вообще его достичь, чтобы у вас не было. Вы приходите к безопаснику, а он такой, типа, нет, безопасник, ответ. Как компанию привести к правильным практикам ВБ? И я, Сергей Задорожный, техлицентр инвеста, деврелю техлижу DevOps все подряд и пишу курс в Яндекс.Правдик. У нас в студии, поскольку у Виктора почти такая же прическа, как у меня, мы блестим, я начну с Виктора. Виктор Бабуляков, Виктор, расскажи о себе. Привет! Всем привет! Меня зовут Бабулько Виктор. Я руковожу обсеком в Райфайзенбанке. Ну и вообще пытаюсь сделать процессы безопасности приложений безопасными, но и, самое главное, удобными. Вацлав. Вацлав Буэр в гостях тоже. Привет, Вацлав. Всем привет! Меня Вацлав Домер зовут. Я, собственно, занимаюсь безопасностью уже 10 лет. Работал в интеграторах, в консалтинге, в финтехе и значительный кусок в продуктовых IT-компаниях, в которых, собственно, строил защиту с нуля. И, надеюсь, мой опыт будет полезен для нашего сегодняшнего разговора. Стопудово будет. Ну, давайте начнем тогда с чего вообще, зачем вообще оценивать уровень зрелости ИБ в компании? Может быть, можно закрыть глаза? Да надо ли это? Почему вообще? Вот давай, Виктор, ты как думаешь? Да, многие люди задают вопрос вообще, зачем оценивать зрелость компании? Как это сделать? В чем заключается именно разница между оценкой зрелости, там, информационной безопасности в компании и проведением аудита ИБ? Ну, и таким образом, мы сегодня вот в рамках нашего круглого стола попытаемся дать ответы на эти вопросы, расскажем там о некоторых фреймворках, которые мы, по которым можно оценивать там уровень зрелости компании и вообще там для чего это надо делать. Ну, и, пожалуй, я, наверное, начну с того, что для чего нужно оценивать зрелость ИБ в компании. Ну, вот, допустим, вы пришли в компанию, вы являетесь там, допустим, ЦИСа компанией, ЦИСа – это Chief Information Security Officer, вы там посмотрели там текущий статус дел в компании и вам надо выработать стратегию, ее защитить, и вы задаете вопрос, а на чем же все-таки сделать основу этой стратегии? И вот тут как раз-таки поможет оценка зрелости компании. Когда вы делаете статус ЭЗИС, вот, допустим, делаете это по процессам, вот такие-то процессы у вас находятся на полном дне, их можно оценить вообще ноль, ими никто никогда не занимался, но это не значит, что ими не надо заниматься в будущем. И в рамках защиты вот этой стратегии обычно ее делают там какой-нибудь там трехлетний, ну, то есть у нас там в России принято там и бюджетирование трехлетним делать, и стратегию писать трехлетний. И вы будете показывать то, что вы сейчас находитесь в данный момент вот здесь, через год вы планируете вырасти на такие-то, по таким-то там процессам, на такие-то пункты, и через три года вы в итоге получите оценку зрелости уже, которую не стыдно показать там вашему совету директоров или там генеральному директору и так далее. Вот это один из там первых пунктов, которые бы я предложил. Кстати, я сейчас еще хочу напомнить, у нас еще есть чатик, да, в который можно вопросики писать спикерам, я их буду озвучивать, и раз он есть, я пока воспользуюсь тем, что я ведущий, как раз спрошу вопрос. Виктор, а вот, блин, а как тогда бизнесу вообще-то все это продать? Ну, ты вот говоришь, вот мы станем безопасно, как это, ну, то есть, как это вообще, скажем так, обосновать, что оно нужно вот вам? А как еще говорил Уинстон Черчилль, за безопасность надо платить или за ее отсутствие придется расплачиваться. И поэтому как раз-таки умный цисок, который приходит, он должен объяснить бизнесу текущие риски, которые есть, и которые могут принять статус неприемлемых рисков, а, например, это может быть там потеря бизнеса или полное уничтожение инфраструктуры, как это было, допустим, с одним из провайдеров, которого взломали, и на полное восстановление деятельности компании потратил этот провайдер более 50 суток, более 50 дней. Они, то есть, не оказывали услуги в полном объеме. То есть, они там потихоньку это все восстанавливали, но полное восстановление произошло только спустя 50 дней. И, получается, часть людей были отрезаны от каких-то услуг. Так можно и клиентов потерять, и сам бизнес потерять. Абсолютно. Ладно, а ты вот как консультант, а вот какие способы вообще, какие, может быть, фреймворки или какие-нибудь методы оценки этих уровней зрелости есть? О фреймворках и оценках зрелости, ну, смотрите, вот я думаю, что будет правильно, чтобы я рассказал за то, с чем я прям сравнился, за то, с чем могу там наполнить какие-то вопросы, поотвечать. Первая история – это о вас псам, и мы как раз вот в рамках вот сегодняшней дискуссии хотели как раз поговорить, что, несмотря на то, что слова-то одни и те же, там, оценка уровня зрелости, аудит безопасности, да, для разных компаний, для разных сфер оно все очень разное. И, скажем, вот о вас псам, на мой взгляд, подходит хорошо средним компаниям, которые, у которых есть потребность вот в практической безопасности, но которые при этом дают себе отчет, что они покрывают вот прям вот всю безопасность, там, вот со всеми там комплайнс-историями, со всякими историями, до которых люди там чуть позже доходят. Это с одной стороны. С другой стороны, если вы прям совсем большие, то есть там огромная компания, куча дочерних организаций, большой бизнес, несколько тысяч человек, то можно пойти в сторону, есть такая история, называется SF Rework, она как раз более увесистая, в ней гораздо больше опросов, она охватывает гораздо большее количество доменов безопасности, ну, там практически все, что в любой домен можно впихнуть, да, но, соответственно, вы увеличиваете трудозатраты, и, возможно, самые важные вещи, если вы прямо сейчас на чем-то концентрируетесь, вы их там теряете за теми доменами, на которых вы не концентрируетесь. То есть это вот те две истории, с которыми я сталкивался, я бы здесь слово передал Виктору, потому что Виктор тоже есть своя экспертиза по вот другим миссидологиям. Да, смотрите, иногда топ-менеджмент очень любит задавать вопрос информационной безопасности. А как дела обстоят у других? Какие метрики у вас есть для того, чтобы сравнить это с другими компаниями из нашего там сектора экономики? И вот, как Вацлав сказал, есть у вас ПСА, и точно так же, если вы оцениваете безопасность разработки, если у вас там IT-компания, и вы там какие-то продукты разрабатываете, то есть такой фреймворк, называется PSIM – Build Security and Maturity Model. И как раз-таки по заполнению всех данных, которые представлены в этом фреймворке, вы можете сравнить свой получившийся результат с данными компаний, которые поддерживают данный фреймворк и дают, то есть публикуют оценку по данному фреймворку. И вы там можете, если вы там работаете в медицине или в ритейле, то у вас появляется возможность сравнить вашу оценку зрелости, которая у вас в компании, с тем, что есть у других компаний в данной отрасли. Еще бы я хотел рассказать о таком довольно-таки популярном фреймворке – это CMMI. По нему можно оценить как зрелости бизнеса, так и зрелость отдельных процессов в рамках бизнеса, будь то там финансы или, допустим, продажи, и в том числе информационную безопасность. И мы как раз-таки делали оценку по данной методологии CMMI, она пятиуровневая, и по ней можно разделить всю информационную безопасность на те процессы, которые существуют в рамках информационной безопасности. Ну, например, инфраструктурная безопасность, защита данных от утечек, от фрода, потом данные по security operation центру, application security, методология и так далее. То есть методология, риски, организационная структура, стратегия. Все, что угодно, все, что вам приходит в голову, вы можете оценить по данной методологии по пятиуровневой шкале, начиная от одного – это когда начальный уровень или когда вообще у вас там нету – до пятерки. Но это вообще прям супер-мега у вас выстроенные процессы, вы там используете все бест-практисы. И вот это вы можете презентовать бизнесу. Это очень получается довольно-таки красивая паутинка. На C-левеле она производит классный крутой эффект. То, что вам, понятное дело, будут по ней задавать вопросы, а почему вы сделали так, а не так. Но бизнес обычно знает о данной методологии, и она ему хорошо заходит. И таким образом вы, как вначале был вопрос, а для чего же все-таки необходимо оценивать зрелость ИБ в компании, благодаря вот этой защите вы можете планировать ресурсы, выбивать бюджеты, выбивать людей. И вам это станет проще, потому что у вас будет на что опираться, в том числе на языке, который понимает бизнес. То есть вы там будете не каким-то техническим языком это описывать, то, что они не понимают, не хотят в этом разбираться, а уже разговаривать с ними на одной тематике. О, кстати, да, кстати, я хочу напомнить, еще у Виктора был прикольный доклад, я на нем сидел, как раз называется «Сказка о сканерах», прям вот очень крутой доклад. Очень советую глянуть. И у нас уже в чатике есть вопросы, там уже накидывают, поэтому я чуть-чуть озвучу. Вот Вячеслав Иванов спрашивает, в зависимости от размера компании, когда требуется эта оценка зрелости? То есть на какой момент нужно начать оценивать, думать в сторону безопасности? Ну, грубо говоря, может быть там какой-то MVP-стартап им пока рано, главное, бизнес там раскрутит? Или вот когда приходит это осознание, что вот пора уже оценивать? Давайте попробую я ответить. На самом деле история в том, что вот как мы с Виктором показали, разные фреймворки, они требуют разных трудозатрат, и в них вход маленький. Скажем, Avasp сам, его там вот прям совсем маленькими ресурсами можно затащить в компанию, так сказать, не будучи там совсем каким-то большим экспертом и привлекая какие-то там большие внешние экспертизы. И, наверное, нужно, можно попробовать делать оценку в момент, когда вы стартуете безопасность. Потому что, да, тут хороший вопрос, а когда вообще компании нужна безопасность? А вот в момент, когда вы задумались о ней, на самом деле очень неплохо сделать этот срез, потому что, когда вы пройдете какой-то путь, ну, например, год, да, вам по-любому очень захочется узнать, а что же, как вы изменились? Вы вроде сделали там 100-500 разных задачек, разных океаров позакрывали, а в итоге-то что-то менялось вот в целом в нашей зрелости? И вот эти вот там потраченные буквально там, ну, может быть, там один рабочий день или несколько часов в зависимости от того, который раз вы там это делаете, они могут вам позволить понять, а как вы изменились, и эту историю дальше показывать. Но, опять-таки, если у вас в этом есть потребность, вы стратегически подумали и поняли, да, мы вот это упражнение сделаем, и дальше оно нам будет таким образом полезно. Чтобы она еще не замедляла бизнес сам. Ну, даже не должно. Можно я еще дополню? Да, конечно. Давай. Да, смотрите, если мы говорим про маленькие компании и взаимодействие с маленькими компаниями у больших компаний происходит тоже с точки зрения информационной безопасности. И часто большие компании пуляют в маленькие компании гигантские-гигантские опросники, типа заполняете их и так далее и тому подобное. И вот тут, вот эти опросники, они обычно все разные, у разных больших компаний они все разные. И происходит большое количество времени, что на это все надо заполнять, компетенции недостаточно. И я свожу эту дискуссию к тому, что маленькие компании часто хотят пройти какую-то сертификацию по информационной безопасности. Вот, мне кажется, Вацлав про это чуть поподробнее сможет так и рассказать. Это типа там PCI DSS, SOC 2, SOC 3, там какие-то оценки по стандартам ISO. И им, мне кажется, лучше пройти вот такую сертификацию и оценить свою зрелость, и давать уже этим большим компаниям готовый сертификат, то есть такой One Page Information Security, и говорить, что у нас уровень зрелости компании соответствует прохождению сертификации, нежели заполнять вот эти безумные опросники, большие там, они могут быть и из 100 вопросов, и из 150, и все такие голову чешут. А что нам тут вообще надо сказать вообще? Что они хотят? Идут там в Telegram-чаты. Ребята, а вы там контактировали с этой компанией или не контактировали? А как вы отвечали на этот вопрос и так далее? И это позволит вам уже конкретно сэкономить время. А вот, кстати, тут еще вопрос в чате. Вот Александр пишет. Вот мы работали по BUSIN, но для этого нужна очень большая команда. То есть насколько реально использовать это в маленьких компаниях? Ну, как Ваттлав уже сказал, для маленьких компаний лучше использовать. Все-таки фреймворк у вас PSAM. Он займет гораздо меньше времени, чем когда у вас уже более зрелые процессы Application Security, когда у вас уже большая команда, там выстроен DFC Ops, выстроена релизная политика, у вас там уже процессы change management и так далее. То тут, да, уже, наверное, стоит взять фреймворк посерьезнее. А когда маленькая компания, там стартап, который пытается только выбиться на рынок и как раз-таки задумался о безопасности, то тут имеет смысл взять все-таки опенсорсный фреймворк. Прекольно. Кстати, вот раз мы уже пошли про разделение компаний, да, то есть вот именно по размеру, да, то есть чем компания меньше, да, тем нужно взять что-то упрощеннее. А вот что касается типов компании, да, вот есть же там FinTech, есть Retail, есть Telecom. Вот, Ваттлав, ты как считаешь, есть ли какие-то различия принципиально? Здесь есть и по, соответственно, по отраслям, и по, так сказать, там, как бы вообще, где вы работаете, с какими клиентами вы работаете, на каком рынке, да, вот там суперпонятная история, это если вы хотите хранить карточные данные своих клиентов, то вам нужен PCI DSS, это просто стандарт де-факто. Если вы хотите, вот, много с кем взаимодействия, да, вот как раз тот кейс, который обсуждал Виктор, и к вам приходят ваши контрагенты и хотят убедиться в вашей безопасности, можно начать там с ISO 27001. Он буквально вот просто говорит даже не о том, насколько вы сейчас зрелы, а о том, что у вас вообще есть процессы, и вы вообще об этом думаете, и поэтому по нему на самом деле удобно сертифицироваться, даже если вы сейчас еще каких-то там больших побед не совершили, но вы точно понимаете, что вы уже движетесь и будете куда-то двигаться. Вот в этом смысле эта история, она, ну, удобна, да, кроме того, она действительно очень распространена. Это, конечно, как бы большое сообщество, большая насмотренность в этом есть в отрасли. Есть какие-то истории такие более заграничные, там какие-то свои вещи, вот. Ну, как-то так, наверное. Наверное, не знаю, может быть, ребята что-то еще добавят. Виктор, хочешь что-то здесь добавить? Опять же, у разных компаний существует разная специфика. То есть, если в промышленности это может быть ASUTPM какие-то, то в ритейле никаких ASUTPM быть не может. У них там фокус на какую-то логистику, на внутренние информационные системы, которые там все это обсчитывают, подсчитывают. И у них какое-то есть там веб-приложение, там мобильное приложение, веб-приложение, по которому вы там можете заказывать. Ну, приведу пример, наверное, там X5 Retail Group, Wildberries, Amazon и так далее. Вот такие команды, такие компании. Есть там, допустим, какой-то телеком, у которого очень важно там защищать тайну связи, вот это взаимодействие, плюс взаимодействие с контролирующими и регулирующими органами. И поэтому я вот в рамках нашей сегодняшней дискуссии хотел бы все-таки больше сосредоточиться на общей части, которая есть там практически в каждой информационной безопасности, в каждой компании. Это конкретно всегда защита инфраструктуры. То есть, ну, понятное дело, что если мы вот разговариваем про какой-то вообще стартап, то он чаще всего идет там в амазоновское облако, и там у него все просто. А мы сейчас все-таки давайте поговорим, то, что вот там инфраструктура, какое-то использование там цонов и так далее. Слушай, у нас сразу вопрос, извините, а как вообще начать это делать? Люди, которые это начинают делать в компании, вот эти оценки как раз, которые смотрят инфраструктуру, с чего это вот начинается? Это может сторонний консалтинг или внутри вот как? С чего начать? Давайте я тоже отвечу, да, как бы с чего начать. Вот, если мы говорим про оценку зрелости, то, ну, здесь надо смотреть, соответственно, на ваши потребности и ресурсы. И как бы, как вот мы прям проговорили, маленькие вещи можно делать самим. Большие вещи, очевидно, стоит делать только, ну, на мой взгляд, только с большой экспертизой или большим количеством там выделенных ресурсов специально только под эту задачу, потому что, ну, это реально продаемкая история. Со всеми поговорить, все оценить, записать, посчитать, подумать. Есть еще история про то, что, как бы, когда вы выбираете, когда вы хотите пойти к внешнему какому-то агенту, то вам нужно понять, как бы, понять, доверяете вы ему или нет. Потому что вот эта история про оценку уровней зрелости, она часто нужна компаниям, которые, может быть, до этого не сильно заморачивались в ВБ, то есть у них нет, может быть, доменной экспертизы по этой области, а людей на рынке достаточно много в этой части. И есть просто некоторый набор таких советов о том, как подобрать хорошего поставщика, и они, скорее, тоже опять очень общие, они про то, как вообще подобрать хорошего поставщика, и в том числе по оценке уровня зрелости. И здесь, в первую очередь, нужно смотреть на отзывы с рынка. Очень хорошо, если можно посмотреть команду и с ней прям поговорить с конкретно теми людьми и убедиться, что между вашей технической командой и аудиторами есть какой-то мэдж, что, в принципе, эта команда раньше работала с похожими на вас компаниями, потому что контекст по безопасности в ритейле и в СУТП, он кардинально разный. И из-за этого, если команда, скажем, не работала раньше в ритейле, а работала только с СУТП, она будет не только долго анбордиться именно в ваш контекст, она будет анбордиться долго еще в контексте и в вашей отрасли, и, по сути, вам лучше, возможно, взять другую компанию, если нет серьезных здесь плюсов. Хорошо бы посмотреть, соответственно, вот не только, в принципе, работали ли они, а еще и резюме, вот конкретно пообщаться. Так, наверное, что еще? Можно запросить, можно еще запросить, на самом деле, какие-то отчеты. Понятно, что с каждой компанией такие аудиторы выстраивают, ну, как бы там все соглашение, не разглашение, но, тем не менее, обычно есть какие-то примеры типовых отчетов или еще что-то, что можно потрогать и понять, как бы подходит вам эта история или нет, вы сможете этот дальше документ использовать. Потому что нужно помнить, что после того, как ребята сделают свою работу, они предоставят вам отчет. И вот нужно очень хорошо понять, а вот что вы конкретно сделаете, что вы пойдете в первый день, во второй, в десятый, что вы вот конкретно будете делать. У нас, например, была очень интересная практика тоже. Мы пытались, например, в рамках, скажем, вот есть вопрос аудита, а есть подготовки. Можно еще найти людей, которые занимаются подготовкой вас к прохождению. И можно, например, сразу затащить ваши процессы, дать доступ в какую-то систему управления задачами и сделать так, чтобы они не просто PDF подгрузили в виде отчета, а чтобы они сразу завели задачу на правильные команды и сделали правильное описание. Ну, понятно, что вы им в этом поможете. И тогда у вас процесс от момента, когда вы получили отчет, до момента, когда вы реально что-то с ним начали делать, он сильно сокращается. Вот. Это такая континьюс история, она, ну, классная. Вот. Я хочу еще про стратегию. Вот как раз Виктор затронул тему, что, да, ну, мы поняли, что стратегию нужно какую-то выработать, да. И вот Виктор как раз сказал, что нужно вот с инфраструктуры начать. Вот. Расскажи нам подробнее, как ты это видишь. А, ну, тут смотри, какая история. То есть я говорил, как, инфраструктура – это один из доменов информационной безопасности. Как зачастую там говорят, допустим, там, генеральный директор придет и скажет, а давайте мы защитим периметр, а наша внутренняя информационная безопасность вот вообще не нужна. Ну, и начинаешь им рассказывать, а вот смотрите, а зачастую могут быть утечки от наших сотрудников. А для этого там надо внедрять такие системы предотвращения утечек типа там DLP. А еще наш сотрудник может быть каким-то там злым хакером, который там в Даркнете будет потом продавать наши данные. Он там… А мы все живем в одном единственном котле, у нас нет никакой микросегментации. И он буквально со своего, даже там со своего рабочего компьютера или там из VDI, он может построить такой киллчейн и получить там домен админа, получить админский доступ ко всем там базам данных, все это спокойно выкачать, выложить в там базах утечек. У него это все купят. Он уволится. Мы об этом даже знать не будем. Потом мы наймем форензику какого-нибудь Касперского, они будут смотреть, а что у нас произошло. Очень сильно потом будут вот так вот кивать головой. А как же так произошло? И в итоге мы получим что? В итоге мы получим то, что так как у нас была нулевая зрелость в остальных процессах, но периметр у нас был защищен там межсетевыми экранами, веб-аппликейшн, фэйрвол, там белый список API, которые у нас торчат наружу и так далее. Вот прям вообще все круто по высшей степени защиты. Но внутри у нас там очень-очень большая дыра, то и выяснится, что безопасность должна быть все равно комплексной. И как раз таки умный ЦИСа должен об этом борду или там генеральному директору, акционерам, то есть зависит от того, как устроен бизнес компании, это все донести и рассказать. И как раз таки одним из вариантов, как об этом рассказать и построить стратегию, является вот оценка зрелости. И давайте вот тут, может быть, поговорим о том, в чем различается оценка зрелости и аудит, потому что вот Ватлов уже начал немножечко про аудиты рассказывать. Да, смотрите, значит, в оценке зрелости вы на выходе получаете буквально оценку вашей зрелости каким-то образом там визуализированную, с каким-то там доказательством, почему она вот так. И вот это все. Вторая история, она более комплексная, потому что мы здесь можем уже как бы, мы даем задачу и фокусируем, так сказать, соответственно, внешних аудиторов на то, чтобы они разобрались более детально с какими-то нашими гэпами и, возможно, даже предложили какие-то дефолтные улучшения, которые, возможно, они будут не самыми идеальными, то, что они не идеально понимают нашу специфику бизнеса. Но, тем не менее, это уже может быть хорошей базой, чтобы дальше отстраивать стратегию и в целом приоритетизировать ресурс, потому что безопасностью, в чем вообще сложность безопасности? В том, что ее можно построить примерно 100 разными способами, можно совершенно с разных концов зайти, и, на самом деле, только небольшое из этого количества будет оптимальным. И вот чем больше у вас, на самом деле, будет информации с точки принятия решения, чем больше у вас экспертиза, тем, на самом деле, лучше, тем более точно вы сможете принять это решение. В этом смысле аудита, конечно, они получше будут. Но, опять-таки, все зависит от ваших целей и задач. Вот, как-то так. Ну и, наверное, самое главное, то, что аудит, он довольно-таки, он более глубже копает вашу информационную безопасность и дает рекомендации по улучшению. А вы там уже или соглашаетесь с этими рекомендациями, либо говорите, ну, а я вижу, а художник видит по-другому. Вот. А оценка зрелости – это просто ваш текущий срез, который даст вам понять, где вы находитесь сейчас, но дальше вы уже сами начинаете строить, как вы будете двигаться, как вы будете расти и так далее. И я бы еще вот хотел… Мы вот все разговариваем там о маленьких компаниях и прочее. А давайте вот немножечко поговорим о больших компаниях, больших там корпорациях, у которых бизнес устроен немножко вот таким способом, то, что есть головная компания и есть куча-куча-куча дочерних обществ, дочерних там зависимых обществ, но они все по-разному там называются. Такие компании – это могут быть «Газпром», «Газпромнефть», «Сбербанк» и так далее. И тут головной компании необходимо оценивать, а как же дела обстоят в их дочерних там зависимых обществах, а их может быть там и 50, и 70, и 100. И опять же, репутационные риски, то, что у условного там, у условной «Роснефти» там утекут данные из какой-то дочки, они также лягут и на головную компанию. И информационная безопасность головной компании часто разрабатывает там какой-то там свой фреймворк по оценке зрелости их дочерних там зависимых обществ для того, чтобы понимать, как у них обстоят дела. И как раз-таки вот эти дочки заполняют фреймворк, и, конечно, там периодически у них там случаются там аудиты от головной компании для того, чтобы подтвердить заполнение, подтвердить правильность заполнения по данному фреймворку. И тут уже головная компания также выстраивает какие-то гэпы, которые дочки должны достигнуть. Там по защите персональных данных, по усилению периметра, по разработке приложений, по методологии, какие там у них документы должны быть описаны, процессы, как у них выстроены и так далее. То есть мало следовать этим фреймворкам до оценки зрелости, надо еще это уметь масштабировать, чтобы смотреть глобально, как оно все двигается. Да, я добавлю, тут есть еще... О, прости, что перебил. Не, не говори, говори. Тут есть, на самом деле, интересный момент, что, да, действительно, когда вы становитесь большими, к вам и много требований, и на реализацию этих требований, даже на ответы, вот прям надо тратить много ресурсов. И есть хороший подход, который говорит, что нужно выбрать самое главное, обычно, как что-то очень общее, какую-то методологию, там, например, ISO 27001, и очень глубоко понять свои гэпы по ней, совершенствоваться по ней, вне зависимости от того, что у вас, может быть, еще 10, там, вам там, главная организация что-то предъявляет, там, еще что-то. Вот у вас есть точное понимание по-главному, и дальше, когда к вам приходят дополнительные вопросы, вы все время пытаетесь ответить не только, не столько на их вопрос, а сколько на гэп, и определяете этот гэп между тем, что вас спрашивают, и тем, что у вас есть. Потому что если каждый раз вот все это прокручивать, то на самом деле это очень плохо масштабируемая история, потому что люди, когда предъявляют к вам требования по безопасности, они друг с другом не синхронизируются, и могут даже плохо понимать ваш контекст, и из-за этого все сильно усложняется. В общем, хорошо, когда у вас есть что-то главное, и вы уже от этого как бы дальше работаете. В целом, наверное, я бы еще добавил, что вот история с ДЗО есть очень, для больших компаний очень похожая история, когда большая компания приобретает небольшую компанию, это же тоже вариант развития бизнеса, и обычно менеджмент, когда приобретает что-то более маленькое, более простое, он обычно думает о том, чтобы сделать какую-то интеграцию и выиграть от пересечения клиентов, то есть клиенты той компании, которую мы купили, мы их добавляем в наше приложение или в то приложение, мы каким-то образом интегрируем сервисы между собой, и таким образом получается, что безопасность клиентов основной организации, безопасность инфраструктуры может легко начать зависеть от безопасности дочерней организации, в которой могли быть совершенно другие представления о безопасности, и вот здесь как раз аудиты или хотя бы даже базовые оценки зрелости, они могут помочь понять и оценить риски, да, ну и опять-таки при приобретении активов, соответственно, аудит может быть полезен, чтобы понять и убедиться, что там нет каких-то котов в мешке, каких-то неожиданностей для вас, и вы, как бы, ваш айти сможет хотя бы верно рассчитать ресурсы на интеграцию, и вам не придется тратить внезапно много ресурсов на закрытие каких-то проблем с безопасностью, что очевидно тому, что безопасность является свойством как бы вот айти, да, и если мы там делаем продукт небезопасным, наверное, мы делаем что-то не так, ну, если это какая-то зрелая история, вот. Ну, то есть аудит, он прямо вот дает оценку качества, то есть это когда уже профессионалы, они смотрят, говорят вот так, вот так, вот так, ну, и дают какую-то общую картину. Ну, а зачастую бывает, вот ты захотел купить какой-то актив, ты направляешь туда человека, для того, чтобы он там провел интервью и оценил зрелость, а дальше уже, когда принято решение по покупке данного актива, и актив уже влился там в группу компаний, то уже зачастую направляют аудит туда, и для того, чтобы уже этому активу, там, этой компании сказать, как надо двигаться по линии, там, той же там информационной безопасности, для того, чтобы выровняться по уровню уже с остальными компаниями и не подвергать там репутационным уже рискам и так далее. Все так. Так, у нас осталось где-то 3 минуты для анонса, я думаю, после анонса мы еще подытожим все, что вот мы сегодня обговорили. Давайте что-нибудь еще понабрасываем на 3 минуты. Давайте. У меня есть, на самом деле, важная вещь, про которую мы еще не поговорили. Мы с вами не поговорили, вот, хорошо, вы задумали, положим, вы задумались о том, что вам нужна оценка, то есть, возможно, вы чувствуете, что вам нужна, или аудит, но вы дальше такие, а вот что нам с этим делать? Мы вот проговорили, что вот вы должны понять сами у себя, что вы будете делать с этим, вот какие шаги, да, но если посмотреть на это более верхнего уровня, да, скажем, вы там просто как бы бизнес-заказчик всей этой активности и там не будете непосредственно заниматься безопасностью и какими-то улучшениями, то основная история – это то, что вы получаете срез вашего состояния в данный момент, и дальше вы можете, используя этот срез, каким-то образом апеллировать к руководству компании. Например, хорошая история, может быть, если у вас была какая-то оценка год назад, сейчас стало лучше, и в целом стали достаточно зрелыми, на самом деле вы создали новую ценность. Если у вас там компания, у которой есть акционеры, которые заинтересованы в ее развитии, то вы делаете нечто полезное для себя, вы как бы превращаетесь из команды, которая просто предотвращает в риски, в команду, которая создает некоторую ценность хотя бы на уровне процессов, потому что инвесторы это тоже каким-то образом могут оценить и учесть. Потому что безопасность – это просто стабильность, это просто стабильность доходов. И, соответственно, безопасники необычно очень сильно про это думают, и к ним можно прийти и там задать всякие сложные вопросы и убедиться, что там нет никакого простого случая, когда кто-то щелкнет пальцами, и ваш бизнес завтра развалится. А IT, оно как раз часто сосредоточено на изменениях, и там ребята могут всего не учесть при своих ответах. Просто потому что это не их доменная зона. А у нас еще осталась минута, и еще есть пара вопросов. Наверное, я сейчас коротенький вопрос озвучу, вот он у вас на фото. Тебе как раз часто ли тебя звали консалты в компании? И вот от себя добавлю, в какие чаще компании зовут консалты? Смотрите, ну, наверное, и звали. Ну, обычно это что-то… Нет, на самом деле, я сейчас думаю, это разные, очень разные компании, очень разные истории. Наверное, все, что может объединить, это, наверное, потребность. Вот я какие-то истории рассказываю на конференции, вот людям это почему-то… Вот им это заходит. Тут у них есть сейчас какая-то очень похожая план. Вот. И, ну, дальше нам, наверное, есть о чем поговорить. Вообще есть такая услуга виртуальной CISO. Это человек, который является там Chief Information Security Officer в нескольких компаниях. Это, на самом деле, должен быть довольно-таки крутой консультант, который понимает сущность бизнеса и может четко распределить задачи по приоритизации. Потому что, чтобы не хвататься за все подряд, а уже четко держать фокус на тех или иных… И мы входим, потом вернемся. Окей. Так, а сколько анонс будет идти? Сколько… А, все, я сейчас обрегу на секундочку. А что там анонсит-то? Погляну, что там по карте. О, там сейчас будет наш Женя Харченко про the way of CICD рассказывать. Единый пейплайн. Единый пейплайн. А что у нас сейчас, по идее, финализация? Да, получается, сейчас Сергей подключит, даст мне слово. А я там вот это скажу за финальным, что мы проговорили. Я верну слово Сергею, а он, если что-то захочет, добавит. Если нет… Или еще какой-то вопрос ответить. Да. И тогда… Так, я вернулся. Так, что я пропустил? Серега, тогда… У нас же сейчас финализация. Да, мы сейчас подытожим. Там еще один вопрос. Не знаю, успеем или нет. Тут вопрос, что вы думаете по поводу рейтинга и кибербезопасности. Серега, смотри, давай так. Ты сейчас выходишь в эфир, передаешь мне, я финализирую, и дальше ты, соответственно, звучишь вопрос. Воды? И я нанимаю, что отвечу. Да. О, отлично. Давайте так сделаем. Итак, мы подходим уже к нашей финальной части. Давайте подытожим, что мы сегодня разобрали. Вацлав, давай тебе слово. Да, спасибо. Значит, мы с вами сегодня поговорили про, в целом, когда может быть полезен аудит или оценка, что это такое, в чем их может быть для вас ценность. Мы поговорили, как подойти к выбору подрядчика. Мы поговорили с вами про какие-то особенности, связанные с отраслью или какой-то бизнес-спецификой компании. Мы поговорили с вами про методологии, по которой может выполняться оценка. Я надеюсь, что этот разговор был вам полезен. Чтобы просто у вас осталось какое-то мимо, к чему вернуться, о чем был разговор, ну или пересмотреть. Было очень интересно. Это прямо должно стать полезняшкой. Виктор, можешь тоже подытожить. Ну тут как раз таки, да, мы рассказали о некоторых фреймворках, на которые стоит опираться в тех или иных случаях. То есть, наверное, еще раз их повторю. Это если вы там хотите оценить безопасность разработки, это у вас PSAM и PSIM. Если вы, в принципе, хотите вообще всю информационную безопасность, то есть такая методология CMMI. Есть фреймворки ISO 27 серии, 27001. Или если вы там уже более продвинутые, 27701. Есть такая методология COBIT, поэтому тоже ее советую почитать. Ну и как раз таки примерно вы должны понимать, если вы заказываете у кого-то на аутсорсе произвести оценку зрелости, то вы должны понимать, что должно быть в отчете. Это как раз таки методология, по которой проводилась оценка зрелости и ее результаты, исходя из трехуровневой оценки, пятиуровневой оценки или, я не знаю, стауровневой оценки и так далее. Спасибо, Виктор. Еще есть, короче, последний вопрос, наверное, вот с чатика. Это довольно интересно от Александра. А что вы думаете по поводу рейтинга кибербезопасности компании? Как это коррелируется с зрелостью UBA? Насколько это популярно у нас в России? Вот мне, кстати, интересно сразу тоже, есть ли реально какой-то рейтинг кибербезопасности? А вот тут как раз таки я расскажу то, что, как я уже рассказывал про большие компании, которые устраивают оценку зрелости своим дочерним зависимым обществом, и они как раз таки, вот это любимое мероприятие среди безопасников, это в декабре подводятся итоги рейтинга всех вот этих дочерних зависимых обществ, из которых там распределяют, кто у нас находится там в зеленой зоне, кто там самые там киберустойчивые, у которых там никаких там ни утечек не было, ну там минимальное количество там инцидентов и прочее, кто в желтой зоне типа середнячки, кто в красной зоне, вот кого надо всем большим залом пожурить и сказать, не, ребята, ну вы что-то совсем прям не очень, вот посмотрели на вас. А так, с точки зрения рейтинга кибербезопасности среди там всех, допустим, всех банков или там всего ритейла, или там финтех, если там взять какие-то там страховые компании и прочее, прочее вот, то такого прям глобального рейтинга у нас в стране нету. Я думаю, что если этим займется регулятор, то он там поломает очень-очень много копий, потому что у всех разные, и мне кажется, это прям такая задачка не из простых. Ну да, слушай, просто компания же сами не скажет, сейчас чуть-чуть там брошусь, сейчас у вас, например, компания сама не скажет, да, что вот мы там незрелые там, да, или у нас там по пятибарльной шкале мы там где-то в начале, да, ну вряд ли будут так, наверное, говорить. У нас мы давали. Да, на самом деле, все верно, вот вы говорите, у этого нет прямого решения, наверное, на самом деле не должно быть, потому что я тоже как-то его не видел, но есть пару опосредованных подходов. Первое, это то, что у вас, может быть, просто внутри компании или вот там где-то на, как бы, так сказать, сбоку кто-то с высокой уровня экспертизы на осмотренностью, кто может вам просто подсказать и понимая, да, и вас сориентировать, там, может быть, не понимая каких-то деталей, да, но вот в целом там, так сказать, разделить там ухи и котлеты. Это раз история. Вторая история, то, что если вы работаете именно с компаниями, которые, ну, с какими-то аудиторами, консультантами, которые в этом тоже, опять-таки, варятся, они могут, на самом деле, запрашивать у своих клиентов разрешение, некоторые клиенты разрешают и в каком-то анонимизированном виде, там, не рассказывая компанию или там просто упоминая лишь отрасль или упоминая, что там, вот, там, типа, среднее за 10 компаний вот из этой отрасли какую-то информацию можно чуть-чуть так получить и как-то сориентироваться. То есть прямого решения нету, но некоторые вещи, которые позволяют там, как бы, чуть-чуть подойти к этому, они все-таки существуют. Слушай, ну, вот как раз прикольно собрать вот эту агрегированную статистику, да, анонимную. Как раз вы там в прошлом круглом столе как раз вот спрашивали, где вот такая статистика, и люди хотят видеть, то есть чтобы, ну... Среднюю температуру по больнице вычислили. Да, 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 они такие прослушают, а у нас все еще и так плохо, да? Да, ну кто-то ест капусту, а кто-то ест мясо, а вместе мы едим голубцы. О-о-о, статистика вот такая, да. Так, давайте, наверное, тоже подытожим. В принципе, мы поговорили, на самом деле тема очень обширная, да, и для этого нужно многогранно подходить. Есть чатик, вот, можно всегда туда писать, можно, ну, не всегда, всегда, пока он есть, да, дергать спикеров, не знаю, приходить на конференции, общаться. Давайте, наверное, пару слов еще от себя, может быть, в завершение. Я вот хочу сказать, что старайтесь выстраивать уровень компаний, старайтесь делать все безопаснее, правильнее. Виктор, давай, ты что-нибудь пожелай. Ну, от меня, во-первых, большое спасибо за нашу интересную дискуссию, поскольку мы сегодня подняли довольно-таки непростую тему, потому что она, некоторые компании предпочитают, чтобы это все осталось там конфиденциально, там, все вот эти вот моменты. Опять же, все не очень информационной безопасности, в информационной безопасности любят мериться, а у кого как. То есть тут некоторые компании, конечно, друг другу там наносят, там, референс визита, как у вас и прочее. Но вот такое прям сравнение, а как у нас, а вот у них там хуже, и все потом типа, а вот у них хуже. Вот эта история, она такая, немножко конфиденциальная. Поэтому еще раз большое спасибо за поднятие такой нетривиальной темы, и тема, которая не часто вообще обсуждается, и по понятным причинам. Ну, и мы, надеюсь, смогли дать такие направления, как к этому непростому вопросу можно вообще подойти. Спасибо. Вот, Савдов, давай ты теперь. Да. Ну, наверное, действительно, я прицелить, скажу спасибо за возможность обсудить эту интересную тему, и действительно, здесь, наверное, нужно уметь конфронтрироваться на какой-то конструктивной части, чтобы получился какой-то диалог, потому что в любой, на самом деле, даже самой сложной проблеме, какая-то конструктивная часть присутствует, ее всегда можно как-то обсудить для общей пользы. Вот. Ну, это надо уметь чувствовать, это тоже определенная экспертность. Вот. Спасибо вам. Спасибо, что пришли. Было очень здорово, очень интересно. Всем пока. Спасибо, пока. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok